привет всем в этом ролике я хочу поговорить о том что обычно сразу всплывает в разговоре когда речь заходит о буддизме о карме и перерождении и еще раз я хочу сделать предупреждение что буддизм это понятие широкое даже если в очень общих чертах описать какое-то понятие всегда существует шанс что где-нибудь его как-то по-другому трактуют и в своих рассуждениях о карме я в основном опираюсь на работы домена киона которого я очень люблю он специалист по английской биоэтики и мне нравится его ход мыслей он очень интересно опять же рассуждает о карме и давайте я опираясь на его рассуждения скажу как я это понимаю в целом первое что нужно знать и понимать прежде чем мы заговорим непосредственно о карме в буддизме время не линейно а циклично мир не был создан однажды он время от времени создается потому что предыдущий закончился раз новому циклы существования каждого мира по всей видимости неравномерны какие-то миры кончаются быстрее других какие-то длятся дольше этот момент очень часто всплывает когда заходят речи об экологии с точки зрения буддизма то есть если мир все равно кончится и потом опять переродится зачем вообще о нем заботиться зачем заботиться экологии заботиться не надо по одной простой причине если мы будем плохо обращаться с нашим миром он кончится быстрее и печальнее и понятное дело это окажет большое влияние и на всех существ которые его населяют на их последующее перерождение для того мира который потом следующим начнется он тоже может быть каким-то не совсем удачным из-за этого то есть вот это конкретно цикличность вовсе не означает что а пофигу все равно потом все переродимся то есть запомните один момент цикл круг колесо существование мира всегда описывает круг и сам мир буддийской традиции чаще всего изображают в виде такого вот круга этот круг делится на секторы каждый из них представляет собой какой-то отдельный вариант перерождение здесь можно много занудствовать и опять же я сейчас читаю очень абсолютно замечательную сутру кегонкио там описываются вот эти вот миллиарды миллиардов миров которые очень все разные и в то же самое время похожи между собой да ну давайте выделим те варианты шесть вариантов которые наиболее часто приводятся в пример в порядке улучшения условий жизни да от животные голодные духи призраки асуры это такие могущественные очень психически неуравновешенные существа что-то типа демонов тоже но они в основном занимаются всякой борьбой со всем чем только можно в основном между собой дальше у нас идут люди дальше рай в разных источниках существуют разные варианты расположения этих вариантов частности например асур иногда ставят выше людей иногда ниже не совсем понятно насколько они хороши еще эти варианты перерождения чаще всего называют шестью мирами я не очень люблю этот перевод потому что это нераздельные какие-то шесть миров они между собой соотносятся и их иногда вообще рассматривают как душевное состояние отдельно взятой личности то есть в зависимости от степени твоей продвинутости ты можешь жить в аду ты можешь быть как бы в раю ты можешь быть головным духом но не знаю если вы например когда-нибудь по-настоящему очень 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 сильно хотели есть то вы знаете что такое быть голодным духом можешь быть животным вот когда удовлетворяешь свои примитивные желания ты животное ну а можешь иногда и даже асурой побывать тоже иногда кстати полезно в общем ни ад ни рай ни другие варианты они не являются постоянными то есть ад в буддизме он тоже непостоянный и рай непостоянный существа постоянно перерождаются из одного мира в другой и попал в рай это еще не повод праздновать победу ты там покайфуешь пару миллиардиков лет и опять дальше да поэтому кстати само нахождение в этом самом колесе в этих перерождениях уже считается проблемой неважно где конкретно ты находишься в данный момент а теперь давайте поговорим о карме мне очень нравится сравнение кармы с законом действия противодействия красиво грубо говоря действия имеют последствия и эти последствия повлияют на последующее перерождение того кто их того кто оказался их причиной насколько карма влияет на события в этой жизни вопрос спорный но и сутр в целом можно вынести что плохие поступки по любому ни к чему хорошему не приводят как-то каким-то образом оно тебя нагонит моя наставница так кратенько так формулирует твори добро звони твори кстати буддизм не признает полного предопределения считается что люди постоянно делают выбор этот выбор приводит к накоплению хорошей или плохой кармы то есть у нас свобода выбора на свобода выбора я очень люблю размышлять про свободу выбором каждый раз так можно в ней хорошенько запутаться понять что не все так просто ну ладно в любом случае считается что нас есть свобода выбора и предполагается что плохие поступки совершаются из плохих побуждений то есть какие у нас есть плохие побуждения тупость жадность ненависть так далее хорошие из хороших побуждений сострадание ко всему живому желание принести всем благо но это вовсе не значит что из хороших побуждений выходят только хорошие поступки и даже не значит что добрые намерения вообще как-то повлияют на конечный результат то есть если ты хотел чтобы всем было хорошо то это как-то особенно заценится не геноцид во имя добра и справедливости это всего лишь геноцид без вариантов с плохими поступками тоже все довольно весело теоретически можно же сделать всем хорошо исходя из своих дневных порицаемых желаний вот киун кстати приводит очень прекрасно на мой взгляд пример как мы можем оценивать ситуацию когда люди совершают хорошие поступки страха перед кармическим наказанием карма она не живая на никого не наказывать но тем не менее да то есть потому что они боятся набрать плохую карму это вроде как не очень хорошо это не супер да но с другой стороны если ты на большее не способен то лучше уж так так дальше отсутствие полного предопределения означает и наличие случайностей да и ну каких-то более сложных причинно-следственных связей чем просто поступил хорошо при родился удачно ни одно существо на земле не существует в вакууме соответственно нас может очень много чего повлиять огромное количество фактов помимо нашей собственной кармы опять же карма это не справедливый боженька это некая просто механистическая штука и что интересно сопротивление ей и соответственно предопределению скорее оцениваться положительно чем отрицательно у нас есть например вовлеченный буддизм да буддистский активизм и именно оттуда растут ножки то есть мы можем сопротивляться карме можем сопротивляться предопределению ничего плохого там нет и понятие кармы она очень важна для концепции буддизма ну и казалось бы карма она строится на концепции перерождения да потому что зависимости от хорошей или плохой кармы ты перерождаешься лучше хуже и так далее но концепция перерождения вроде как должна иметь тот же вес но нет реинкарнация это такой бэкграунд который не оспаривается как правило но на нем практически никогда не делается никакого особого упора сама возможность удачно переродиться даже не всегда воспринимается как однозначная цель то есть надо вот именно так сделать потому что в современных ну скажем так ненародных на ненародных вариантов буддизма считается что это уже не будет иметь отношение к тебе сегодняшнему страдать там или кайфовать будешь не ты будет какое-то иное существо без твоих воспоминаний без твоей конкретной личности да поэтому например один из моих любимых учителей дхарма брэд уорнер говорит что буддизм занимается этой жизнью непоследующих и я в принципе склонна с ним согласиться в этом моменте самое главное это карма то есть тот простой момент что чем больше сотворяется хороших ну скажем хороших поступках во имя не себя даже а всех окружающих людей всего мира тем лучше будет дальше мир тем больше будет хорошего и так далее тому подобное то есть это такой это концепт скорее того что если мы все будем вместе вести себя хорошо если мы будем совершать хорошие поступки и думать о том как нам вместе привести мир к процветанию то он непременно станет лучше как мы сами там переродимся это уже ну не так уж и важно этот момент я тоже считаю одним из самых важных буддизме ну обо всех остальных моментах мы поговорим позже других роликах спасибо за внимание пока пока что 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 что